У данной пациентки есть, к сожалению, вирусная климония, но, к счастью, процент поражения небольшой. Небольшое затемнение, вы можете посмотреть, в левом легком, так называемое затемнение по типу матового стекла, но процент поражения невысокий. С увеличением количества больных коронавирусом в республике спрос на компьютерную томографию возрос в разы только за сутки. Через томографию и рентген проходит около 100 пациентов. Есть определенные показания для проведения КТ. Если у пациента температура тела выше 38 градусов и держится в течение 5-7 дней, у него нарастающий кашель, одышка, общее недомогание. Эта неделя у нас самая напряженная за весь год. В понедельник у нас был самый напряженный день. 65 исследований было по КТ, 45 исследований было по рентгену. То есть в сумме 2 отделения посетили почти 110 человек. РН вот к середине недели немножко накал спал, об он нам КТ около 50, и рентгенал тоже где-то 35 человек. Фалаватар пока еще напряженно. Даже если у пациента положительный тест на коронавирус, это не показание для проведения компьютерной томографии. Надо понимать, что это исследование не является профилактическим, как, например, флюорография. Оно сопровождается высокой лучевой нагрузкой. Только врач может порекомендовать проведение КТ. Как подчеркнул Георгий Шавлохов, сравнительно с прошлым годом в этом году работать с пациентами легче. Без направления нельзя делать. При незначительных, при первых же симптомах простуды бежать в КТ нет смысла. Он себе вред нанесет. И самое главное, первые несколько дней, если он сразу обратится, тогда повторно КТ придется делать лишнее облучение. То есть, если действительно состояние человека тяжелое, а средняя степень тяжелого, то надо идти в КТ. А если симптомы не очень значительные, то не стоит. Согласно статистике, вирус помолодел. Если до сих пор основная масса болеющих была преклонного возраста, то сейчас в основном болеют дети и молодежь. К счастью, подавляющее большинство детей и молодежи переносит вирус в легкой форме без осложнений. Все возрастные категории присутствуют. Единственное, у детей легче бывает ситуация вирусной пневмонии. А сынах из-за редко, очень редко. Так, раньше, когда мы не можем, чтобы перешли вирусную пневмонию, таких случаев не очень много. Еще есть особенность. Мы обратили внимание, раньше, когда мы не можем, как правило, чаще болеют. Что касается тяжело больных, их в приемное отделение компьютерной томографии привозят на машинах скорой помощи. Больных, проходящих интенсивную терапию в инфекционной больнице, также сопровождают медработники. Агунда Губозова, Сармат Гузитаев, информационный выпуск. Сегодня.